Здравствуйте, меня зовут Николай Георгий, я представляю Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии. Артур, следующий. Может, вы слышали, не так давно был принят достаточно резонанс из законопроект по поводу донорства крови и компонентов, и это привело к определенному дискурсу, который хотел бы сейчас рассмотреть. Следующий. Суть в том, что по новому закону наше правительство считает, что россияне в состоянии пойти сдавать кровь безвозмездно, ничего не иметь за это взамен, и при этом сохранить ту же статистику, что и при возмездном, возмездном акте сдачи крови. Суть в том, что по поводу этого стал развиваться достаточно бурный дискурс в СМИ, и этот дискурс разделился на две части. Первая часть, можно сказать, проправительственная, и, если можно так выразиться, оппозиционная, но я бы это назвал профессиональным. Значит, проправительственная часть у нас отражается различными пресс-конференциями, которые проводили в министерстве. Дальше туда относятся высокопоставленные врачи, которые в основном являются скорее чиновниками от медицины, нежели практикующими врачами. А также проправительственные СМИ, которые я называть не буду, потому что мы и так все их прекрасно знаем. И против закона там уже выступают врачи, доноры, общественные организации, и вообще все люди, которые так или иначе на практике связаны с этим видом деятельности, таким как донорство крови. Суть в том, что при обсуждении вероятности возникновения дефицита многие представители министерства, да и вообще проправительственные представители о периодах информации, что в ряде регионов Российской Федерации, таких как Ингушетия, Мордовия и так далее, большинство доноров сдают кровь безвозмездно. Хотел бы это прокомментировать. В первую очередь, в бюджете данных регионов никогда не выделялись деньги на, отдельные деньги, на оплату донорства. У нас никогда не было единой федеральной тарифной ставки, поэтому то, что до этого там платили, могли заплатить там 100-150 рублей, это ни в какое сравнение идет с тем, что платили у нас. И это прокомментирую еще чуть позже. Более того, суть в том, что в Ингушетии, в Мордовии по одной республиканской станции переливания крови. При этом еще две выездные прикаты примерно приходятся на каждую из больниц. То есть объем загадавленной крови там намного ниже. И в связи с тем, что они изначально упирались на безвозмездных доноров или доноров, которым платили совсем уж небольшие деньги, то изменение закона резко не повлияло на институцию в тех регионах. И там действительно изменений никаких нет. Дальше. Основное различие столичных регионов от, скажем так, не столичных, заключается в том, что около 98% всех клиник и крупных медицинских центров, также связанных с большими расходами крови, сконцентрированы в Петербурге и в Москве, в большей степени в Москве. И расходы наших регионов, в Москве и Санкт-Петербурге, составляют число приблизительно, так как никто не может сказать точно, приблизительно что-то около 95% всей крови расходуемой на территории Российской Федерации. Следовательно, в наших регионах достаточно важен тот факт, что мы получали кровь всеми возможными способами. То есть через безвозмездных доноров и также через активных доноров. Под активными донорами подразумеваются люди, которые приходят сдавать первый раз, например. Возможно, даже разовые доноры, которые пришли, сдали в связи с какой-то ситуацией, например, напряженной с точки зрения финансов или кому-то именно из своих родственников, в том ушли. То есть нельзя таких доноров отнести к постоянным, так называемым, кадровым. Тоже прокомментирую, если потом понадобится. Дальше. А вот теперь риски, к чему приводит этот закон. Потом эти риски я выводил, следуя из трех оснований. Первое основание – это профессиональный дискурс в СМИ. Второе основание – я являюсь представителем Международного Красного Креста и с точки зрения волонтерских организаций, как мы это рассматриваем. И также с точки зрения, собственно, станции переливания крови, где я также имел честь работать. Первый, главный риск – это возникновение дефицита донорской крови, о котором сейчас обсуждается. Прошу. Вопрос. Суть в том, что дефицит донорской крови у нас был, он у нас и есть, и был, собственно, до принятия закона. Так как нам нужно примерно 40 доноров на тысячу человек, Россия может похвастаться в лучшем случае 15-ю. Это только в столичных регионах до принятия закона. У нас нет статистики после принятия закона, и, боюсь, что мы не сразу сможем ее получить, так как сейчас на станцию переливания крови нахлынула целая война доноров, бюджетников, учителя, представителей МВД и так далее, которые на вопрос, почему вы сюда пришли к всем коллективам, все вместе отвечают, что к ним пришло распоряжение сверху, что они должны сдать кровь. Поэтому по факту дефицита пока нет. Насколько продержится такая система, неизвестно. Дальше. Дестабилизация института кадрового донорства. Суть в том, что изменение закона достаточно сильно ударило по такому понятию, как мотивация кадровых доноров, которые так или иначе шли на звание почетный донор. В связи с тем, что льготы, которые предоставляются почетному донору, действуют далеко не все, а те, что действуют, не являются действительно серьезной мотивацией, то и без того дестабилизированный институт кадрового донорства после принятия закона практически сошел на нет. И последнее – это создание рынка крови, как государственного, так и теневого. Подобный рынок у нас был в 90-х. Сейчас уже речь идет о спекуляции крови. Но, например, нам в прием Международного Красного Креста начинают звонить люди и говорят, «Здравствуйте, у меня четвертая отрицательная, например, и я хотел бы сдать кровь, но, предположим, там за 3 тысячи. Есть ли у вас человек, который готов мне за это заплатить?» Такое явление у нас не было примерно с 2007 года после активизации действия различных волонтерских программ. Но сейчас оно возвращается, и это уже даже не риск, это уже можно скорее отнести к последствиям. Другое дело, что в каких объемах это будет. Следующий слайд. Собственно, спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Максим Александрович, вопрос несколько. Является ли кровь тканью? Второе. Является ли допустимым платить за трансплантацию тканей, соответственно, что он выяснил или кровью? И какие есть европейские, американские, китайские опыты? Почему нужно возразить тот старый филиминад, или какие выходы с положением возможного будущего лица крови? Понятно. В связи с тем, что в международном опыте кровь не является тканью, то есть у нас не такое понятие, как трансплантация крови, у нас есть такое понятие, как переливание. То это сразу первые два вопроса. По поводу опыта. В Китае имеется такой опыт, как безвозмездная сдача крови, но проблема в том, что там есть обязательная, то есть каждый гражданин Китая, который попадает под категорию донора, выбирается, случайно, по порядкам понятно, что не всей страной сдают, и это идет у них, грубо говоря, насаживается сверху, у человека нет выбора. Ему приходит, грубо говоря, повестка, и он идет сдавать кровь. Достаточно интересный опыт есть в небезвестном государстве Израиль, где считается негуманным платить за сдачу крови. Проблема в том, что Израиль находится в состоянии глубочайшего дефицита крови, им приходится за государственные деньги, собственно, за бюджетные, закупать кровь за рубежом, в том числе и у нас. Другое дело, что сейчас мы им уже не продаем, потому что боимся, что нам самим не хватит, пытаемся заготавливать. И там эта проблема трудно решаема. Более того, в Европе, практически во всех европейских странах Европейского Союза, донорство, в общем-то, оплачивается, за исключением настолько развитых стран, как Люксенбург, Швейцария, где, собственно, уровень жизни позволяет, скажем так, практиковать безвозмездное донорство. В полной версии статьи у меня это даже расписано. Вот. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Нашу спасибо. Спасибо. Спасибо.